привет всем увидел фотографии с процесса подготовки к то ли к последнему звонку то ли к выпускному вечеру не знаю в общем ближайшие выходные по моему будет ночь пьяных школьников если я правильно понял почему-то в петербурге эта ночь или вечер сопровождается прибытием парусника под алыми парусами не знаю какой месседж вкладывают у строители праздника что этот парусник должен символизировать но навели на мысль вспомнить про произведение александр грин из которого собственно парусник и приплыл произведение конечно явно выдающиеся как и сам грин человек очень необычный наверное заслуживает какого-то подробного обсуждения конкретно алые паруса мне кажется это делогия одна из сторон делогии есть произведение алые паруса есть произведение бегущие по волнам я понимаю алые паруса это как бы женская составляющая идеологии бегущая по волна мужская составляющая идеологии и бегущие по волнам конечно существенно более глубокое длинное сложное произведение мне она ближе она у меня очень сильно резонирует алые паруса я вижу что автор что-то такое зацепил что-то глубинное, что-то очень серьезное из подсознания, из архетипов, из психоанализа такое, ну, даже если он не понимал, что такое психоанализ. Но сама тема все-таки больше женская, поэтому как-то она, как бы сказать, цепляет, но цепляет не так уж, чтобы очень глубоко. По отношению к ней можно избрать роль такого наблюдателя стороннего, более-менее ровно на нее смотреть. У произведения какая-то фрактальная структура. Поскольку какой-то очень удачный бросок невода в глубины подсознания, то то, что выловили, можно применять на разных уровнях психики и совершенно к разным явлениям, и применяться будет весьма неплохо. Например, один из самых банальных способов смотреть на Алые паруса это, собственно, революция 1917 года. Написание книги началось в 16-м году, соответственно, политическая проекция Алых парусов это девушка Россия, которая ждет своего, так сказать, будущего, с бычьей мечты. И эта с бычьей мечт приходит в виде парусника под алыми парусами. Коммунизм или что там они под этим подразумевали, но, в общем, что-то в этом духе. Радикальная смена политического строя на что-то новое, волшебное, неземное, в общем, мечта. На личном уровне книжка прямо иллюстрация вот такой бытовой психотерапии. Человек, который Ассоль рассказал эту сказку, он, конечно, принял на себя большой риск, не будучи настоящим психотерапевтом. Ассоль нужно было как-то выжить в среде социальной изоляции. Она жила в очень жесткой социальной изоляции, да, из-за предыстории, которая случилась. И девочка, лишенная матери, как бы, да, сразу тоже навевает на... Ну, ее женственность, ее, скажем так, ослабленные под угрозой. Агрессивная среда. Нужно дать ей какой-то тул, как в этой среде выжить. И вот этого совершенно мимо проходящего, ничем не привязанного человека его осеняет, что можно вот такое сделать. Дать сказку. Что-то такое Гарри Поттеровское. Ты необычная, ты избранная. И поэтому ты живешь в изоляции, потому что тебя ждет совершенно особенная судьба. Проблема в том, что если он на самом деле не был волшебником, настоящим волшебником, как в сказке «Принц и маг», то гарантировать сбычи своего пророчества он не мог никак. Это было, так сказать, тычок в будущее, такая подача. Воланчик улетел в будущее в надежде, что в момент, когда Воланчик перелетит на ту сторону, откуда-то найдется человек, который подбежит и эту подачу разыграет. И так получилось, что такой человек нашелся. Если поставить себя на место капитана Грея сегодня, что им двигало, конечно, не очень понятно. Может, у меня уже возраст не позволяет просто это понять. Представьте себе, что вы принц. Вы инкогнито сидите в каком-то там кабаке и вам рассказывают историю про местную девушку, которая ждет Алые Паруса. Как бы вы хорошо к этой девушке не относились заочно, и у вас есть деньги на эти Алые Паруса, то есть вы можете сделать это чудо. Вы будете их делать, эти Алые Паруса? Какое у вас возникнет мнение, что это за девушка и что вас ждет в процессе, так сказать, жизни с нею? Ведь, возможно, главная мина, которая заложена была под будущее, это Ассоль, то, что волшебник рассказал ей то, что случится в момент, когда она станет девушкой, то есть до момента прибытия Алых Парусов. А дальше что? Дальше никакого видения нет. Ее ждет некий идеал, который должен сбыться. Предположим, идеал случился и все сбылось, и принц появился, то есть сказка вот буквально воплотилась в самом чистом, кристаллизованном виде. Круче принца может быть только другой принц. Что будет дальше? Что будет на следующий день после этой попойки, после распития этого столетнего вина? Никто не знает. Возможно, и ждет короткая ссора, после которой просто кто-то кого-то выкинет за борт, как в одной известной песне. Но гениальность самого приема дать такую легенду, выдумать ее буквально на ходу, как инструмент, чтобы выжить в условиях жесточайшей социальной изоляции. Это, конечно, было гениально. Это вот соответствует примерно Гарри Поттеру и всем книжкам про избранных, которых сейчас миллион и маленькая тележка. А что это такое психоаналитически? И в «Бегущей по волнам» и в «Алых парусах» присутствует тема моря, корабля, какого-то неизвестного будущего. То есть, явно какие-то одни и те же мотивы обыгрываются. Естественно, один из вариантов посмотреть на это, это как на воплощение Ральфа, только на сто лет раньше. Либо анима встречает своего анимуса, либо анимус пробуждает свою аниму. И таким образом они встречаются. Женская составляющая живет на суше, сидит неподвижно и ждет, когда с ней что-то случится. Ее задача только верить и блюсти себя. А, соответственно, мужская часть, она занимается поисками, она подвижна, ищет, ищет, ищет и в конце концов находит. Что-то в этом есть от яйцеклетки сперматозоида, да? То есть, скорее, конечно, на это стоит смотреть как на такое запоздалое взросление, прорыв инфантилизма, такого вынужденного инфантилизма, защитного инфантилизма, в котором девушка выросла. Она была направлена и зациклена на своего отца, как на единственного человека и мужчину в ее окружении постоянного. И тут она резко при помощи такого волшебного события, как прибытие корабля с салыми парусами, переводит все свои стрелки на мужчину, на юношу и, наконец, снимает этот груз с отца. Прилепится к жене своей и будут плоть едину. Вот это, собственно, и сбывается. Она уплывает с ним. Но, в принципе, можно на то же самое событие посмотреть, как на принца, который заканчивает свой период неизвестности, скитаний и находит и спасает свою женскую сторону, женскую половину. Я сейчас не про жену, я именно про аниму. Наконец, ничто не мешает этим двум событиям и двум процессам происходить параллельно, как, собственно, и происходит в нормальном, здоровом союзе мужчины и женщины. Женщина развивает свою анимус, мужчина развивает свою аниму. Море. Море – символ бессознательного, неизвестность жизни и корабль, как символ судьбы человеческой, который не знает, куда его принесет. До какой-то степени, конечно, управляет собой, но только до какой-то. Любая более-менее серьезная волна и накроет, и заставит тебя потеряться, и сделает все, что угодно. Тем не менее, из тысячи миллионов возможных вариантов, куда этот корабль мог приплыть, он приплывает именно туда. А то, что делает волшебник, пример так называемого самосбывающегося пророчества. То есть, находится человек, который подыграет. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Остается за кадром, что бы случилось, если бы этот человек не появился, или у него другие мысли пронеслись, когда он услышал эту историю. Жизнь Ассоль могла бы пойти совершенно иначе. И кончилась бы она примерно тем же, как, кто помнит, такой женский персонаж в больнице, планета Капекс, которая все тоже сидела и принца ждала. Так могло случиться при неблагоприятном стечении обстоятельств. И так случается у 99,9% всех людей, кто живет подобным образом. Ну и, конечно, что-то фрейдистское в алых парусах тоже есть. По сути, алые паруса можно трактовать как красные простыни. Со всем тем, что они обозначают. И, конечно, вероятность ошибки пугает. Помните, как после победы над Минотавром Тесей возвращался домой. И вся ошибка коммуникации состояла только в том, что он прибыл, вынужденно прибыл, под другим цветом парусов и под тем, под которым обещал. И кончился это тем, что современное море называется Эгейским в честь того, кто принял это искаженное послание. Представьте, что было бы, если бы по каким-то обстоятельствам принц приехал, например, под синими парусами. Но об этом мы никогда не узнаем. А на корабль под алыми парусами, который прибывает на праздник, как я понимаю, никто на лодке не поедет с берега. Это означает, что все, кто на него смотрит и аплодирует, они символизируют собой толпу, которая провожала Ассоль. Возможно, Ассоль среди них есть. Если это и так, то она невидимая. И она незримо символически уплывает на этом паруснике. А толпа и означает тех, кто ее гнобил. И кто гнобит всех непохожих. В общем, что-то в этом произведении есть. Что-то, что роднит его со сказкой Цветик-семицветик. Только уже для девушек постарше, конечно. И оленький цветочек, конечно, тоже. Всем пока. Удачи. Есть у меня желание с кем-нибудь в подробностях обсудить бегущий по волнам. Надо подумать. Если есть желающие устроить такой обстоятельный стрим по фильму и по книге, пишите. Может быть, устроим. Счастливо. Счастливо.